Светное. Рекламодатель получил большой отклик из-за того, что твоя аудитория, которой ты лечишь, она тебе доверяет. И всё, рекламодателю хорошо, он будет обращаться ещё. Причём тут не было бы такого доверия рекламодателей. Что? Если вы меня ненавидите, это тоже хорошо. Плохо, когда твоя деятельность не вызывает вообще никаких эмоций. Действительно. Я когда с учительницей по истории спорил, она сказала, ты что, идиот? Тебе действительно нравится Гитлер? Я сказал, да. Она говорит, ну человек же миллионы людей убил. Я говорю, ну ведь это же лучше, чем забвение. Вы же о нём говорите, значит он сделал что-то стоящее. Отличная логика. Давайте шквариться как угодно. На самом деле абсолютно идиотское суждение. Если тебя многие ненавидят, значит ты делаешь какую-то паскудную вещь. Значит ты что-то делаешь плохо. И дело не в процентном соотношении. Дело не в процентном соотношении. Просто у многих людей действительно бомбит. Ну не бывает айфонов за 10 тысяч рублей, как и AirPods за 3, так и других каких-то достаточно дорогих устройств за полцены. Просто так люди не отдают. Это всё мошенники. Этот айфон 5s за 9 тысяч рублей. Я офигел. Я залез сейчас на Алиэкспресс, посмотрел. От 8500 можно купить восстановленный 5s на 16 гигабайт. Охренеть! Причём стоит каких-то смешных денег, учитывая, что он сильно дешевле даже того же Xiaomi Redmi 4X. Но мне кажется, что это гораздо более хороший вариант, нежели смартфон от Xiaomi. Я после ролика с Алиэкспресс, в котором вы рассказывали про айфон 5s, о том, что вот смотрите, на Алиэкспресс можно его купить. Я его заказал. Я жду его уже месяц. Уже месяц. И мне до сих пор даже трекер номер не выслали. И я думаю, господи, ну как бы, ну Валентин же не мог, как бы, ну сказать херню. Блин, я не знаю, мне надо уточнять. Это сарказм, ребят. Это сарказм. Это неправда. По факту. Валя прорекламировал бэушный полусобранный айфон 5s на Алиэкспресс. Я перешёл на Алиэкспресс. Купил такой же, как у него был в ролике. И до сих пор жду. И хрен знает, что мне привезут. Спасибо большое. Но у меня за душой нет вообще никакого, значит, скелета в плане того, что я вот вас обманул в чём-то. Я вам рассказывал про Лека. Чуть любят вспоминать Лека. Типа они разорились, а вот и рекламировал. Так я рекламировал. Отличный смартфон был за те деньги. Особенно по, значит, этой самой, по акционной цене. Люди покупали за несколько, там, 10-15-20 тысяч рублей на тот момент топовое железо. И просто радовались, на улицу подходили, говорят, офигенный. Да ладно, ты врёшь? Что, серьёзно? Да, действительно, отличный телефон. Особенно, если у тебя возник дефект в результате нормального использования или по причине старения. Чё вообще? Опять ложь. Лека же разоблачили несколько раз. Нельзя его было купить за эти деньги. Если бы его можно было купить за эти деньги, проблем бы не было абсолютно никаких. Но то, что вы сейчас говорите, это ложь. В коде сайта, в Лека, были найдены скрипты, которые сразу, как только наступает время начала распродажи, показывали, что товары по акционной цене закончились. Лека палили на этом огромное количество раз. Не было продано аппаратов за те деньги, о которых вы говорите. И не пользовались вы этим смартфоном. Это явно видно. Вы сделали распаковку проплаченную и презентацию у себя на канал. Потому что вам же пофигу, что лить подписчикам. Заплатили миллион рублей, вы запилили вот эту вот презентацию Леков, которые даже сами не участвовали. Наноподс сделали ролик, это реклама. И там, собственно, в описании так и написано. Окей. Слушайте, это реально из ряда вон выходящее. Здесь написано, что видео сделано на правах рекламы. Unbelievable. Просто невероятно. Слушайте, это действительно очень круто. Возможно, я сейчас зря записываю этот ролик, потому что Валентин начал в рекламных видео писать, что оно на правах рекламы. Смотрите-ка. Вот еще одно рекламное видео. Странно, не написано. Но, знаете, все ошибаются. Наверное, надо Валентину написать комментарий, потому что он забыл об этом. Ведь это рекламное видео Сбербанка. А, вот ролик Galaxy S9. Потому что это 100% рекламы. Тебе же вы предложили намного заранее. Тоже как-то не написано. Печально. А, ну вот, Lineage 2. Вот это точно рекламное видео. Об этом же знают все. Тут точно написано. И все, снимаем все претензии с Вилса. Не написано. Странно, странно. Ну ладно. Не, ладно. Пару раз ошиблись. Ну с кем не бывает. Посетишка такой маленький. Сервисами. То же самое с услугами и прочими вещами. Все, что мы рассказываем, мы тестируем на себе. Да. Если вы не знали, Валентин. Самое большое свое... Кстати, у меня постоянно видно надпись Red Square. Это не реклама Red Square. Red Square жадный пидорас. Вы мне ни разу... Правда, я вам сам не писал даже. Вы мне ничего ни разу не дарили. Но я покупал его за свои деньги. Вообще надо бы замазать. Потому что получается, что я их бесплатно рекламирую. Кресло Red Square говно. Вот так вот скажу. Не, на самом деле, ладно. Они мне реально нравятся. Но, блин, ну типа... Мне так лень это все блюрить потом. Если вы не знали, то вот за эту фразу Валентина... То есть вот так это и работает. То же самое с сервисами. То же самое с услугами и прочими вещами. Все, что мы рассказываем, мы тестируем на себе. Да. Именно. Не на канале Валентин заработал свои первые миллионы. А на бинарных опционах. Это за история-то с непосредственно бинарным опционом, который является сегодня нашим огненным спонсором. А я вам расскажу. Мне как бы вообще не жалко. Смотрите, что происходит. Вот у меня тут есть айфончик, на котором запущен. Валентина, если не сложно, сделайте, пожалуйста, ролик о том, как вы зарабатывали на бинарных опционах. Потому что, ну, я бы тоже хотел немножечко заработать. Видите, живу я не очень роскошно. У меня нет прекрасного звездного неба сзади. И даже денег на хромаки, чтобы поставить вот это прекрасное звездное небо. Расскажите, пожалуйста. Потому что бинарный опцион, ну, все же знают, что это не обман, да? Это, хотя нет, подождите. Это же то, за что все хейтят Хованского. Знаете, про Юру можно говорить все, все что угодно. Но Юра продавался. И никогда не строил из себя честного, неподкупного. А Валентин, вот, у меня бы не было вообще ни капли претензий. Я бы сейчас не записывал это видео, Если бы Валентин просто делал рекламу. Но пиздить при этом, открыто врать своей аудитории, Это странно. Давайте смотрим дальше. Вот ругайте вы все алгоритмы Ютуб. Они, между прочим, иногда работают. Стоило мне ролик про Вилсу Кома запилить. И пока я его монтировал и искал материалы, Мне тут сразу же выдал в рекомендованных ролик одного парня, Который, ну, в общем, я был шокирован. Я не буду пересказывать вам весь ролик. Он идет больше, чем 40 минут. Но это разоблачение конкурса. Помните? Вилса рекламировал огромное количество айфонов. Я тогда еще охренел. 20, это вот раз, два. 20 айфон 10, 5000 рюкзаков, 5000 бьюти боксов, 20 камер GoPro, гранты на обучение в лучшем экономическом вузе страны, А также еще 55 денежных призов от 50 до 100 тысяч рублей. Вы понимаете, масштаб вообще. Это очень серьезная история. И очень здорово, что есть люди, которым не все равно. Что за бред? Посмотрите про этот конкурс. Это была очередная наебка. Вилси просто занесли денег. Ему было похуй. Кто победит? Правда это или нет? Ему дали денег, он пререкламил. Ссылка на пруфы. В описании он, Ян Топлис, Николай Соболев, Маша Вэй и Клава Кока откровенно наебали всех своих зрителей. Небольшое разоблачение одного огромного конкурса, в котором недавно приняло участие более 400 тысяч человек под названием «Капитаны». И прежде всего, перед началом хочу сказать, что я не понимаю, почему до сих пор никто из популярных блогеров не осветил эту тему. То есть вообще никто. И это дико странно, потому что этот конкурс полный пиздец. Вы видели, что творят эти животные? Черт, в какой стране мы живем? Им было похуй на них за бабки, они прорекламят все что угодно, да вы сами представьте. В общем, ссылка на полное разоблачение в описании, я посмотрел его от начала до конца. Доказательства, на мой взгляд, убедительные и неопровержимые. Вы можете сами с ними ознакомиться. И это лишний раз показывает, что вилсиком врун, лжец, обманщик, ему похуй. Да и вообще, вилсиком и розыгрыши — это отдельная история. Сколько постов на Пикабу в других социальных сетях, да даже мне на почту периодически пишут, говорят, слушай, Стас, ну не отдает свой приз, а сделай что-нибудь. А я-то что могу сделать вообще? Я как бы вилсы сообщения пересылаю, довожу до его сведений и все. Ну а что, я еще-то могу сделать ролики про это снимать? Не видели у меня никогда ни кейсов, ни пирамид дурацких, ни всяких... Это абсолютно правда, потому что бинарные опционы, в принципе, нельзя считать пирамидой. Бинарные опционы просто наебывают вас на деньги, а пирамиды... Ну, ну вы поняли. Я с ребятами из Покердом, очень динамично развивающегося ресурса об игре в покер в России, придумал для вас турнир, в котором можно участвовать, играть в покер, выигрывать ценные... Да, я впаривал им дерьмо, но рассуждал я так. Пускай лучше эти деньги будут в моем кармане, и я сумею грамотнее их потратить. Стремных финансовых сервисов, просто потому что, ну, их не должно быть на канале серьезном, да, потому что это лохотроны, разводы и так далее. Что это за историю-то с непосредственно бинарным опционом, который является сегодня нашим огненным спонсором? Повод тоже нет, просто потому что я могу себе это позволить. Самый большой канал, я напоминаю. Поэтому у меня как бы нету... То есть можно что угодно говорить про меня, то есть какой я плохой, злодей и так далее, но у меня нету... Вот ко мне сложно докопаться по фактам. То есть вот что по фактам? Что я не любил Samsung когда-то, так я об этом и говорил, и открыто продолжаю говорить. Раньше они делали хрень, я говорил, что они делают хрень. Поэтому меня сложно на чем-то поймать. В общем, как мне кажется, с Galaxy S6 Samsung расписался в своей творческой импотенции. Здесь действительно проделана работа над ошибками невидимая. Это не значит, что вы сейчас можете сказать тебе, подожди, ты так говоришь, как будто Samsung тебе занес кучу денег, и вообще ты хвалишь S7, что происходит. Нет. Ерунда. Мы, конечно, это все протестируем. Я хочу посмотреть его в повседневной эксплуатации. То, что это хороший смартфон на андроиде, вопросов нет. Я вообще считаю, что сейчас есть два смартфона. iPhone 7 Plus и Galaxy S8 Plus. Galaxy S8, говно. А за 100 баксов? Это большой S8 Plus. Так он мне понравился. Шенера Самсунга его не отдам. Это инженерный сэмпл. Все, он мой. Galaxy S8, говно. А за 100 баксов? Абсолютно охреневший экран. Просто, просто фантастически классный. HDR премиум что? Потому что те алиэкраны, которые я видел, говно. Galaxy S8, говно. iPhone 8, первый iPhone за долгое время. А как вы понимаете, я трогал их все. Которые мне абсолютно неинтересно распаковывать. Galaxy Note 8 вызывает больше ажиотажа в моем желудке, чем вот эта фигня. Вот ты похож на Note 8, потом расскажешь мне, как у тебя там на Android все хорошо. Я, может быть, что-то не понимаю, может быть, у тебя действительно все будет хорошо. Но мой опыт показывает, что все не так классно через два месяца, как хотелось бы. Что ты за человек такой? Ага, конечно. А потом еще расскажи, что это простое совпадение, что два главных амбассадора Samsung в России, а именно ты и Дима Масленник, оба решили одновременно распаковать iPhone 8, сделать это вместе с Note 8, в котором они их сравнивают. Ну так, знаете, ну слегонца, потому что не надо же в открытую идти. Да серьезно, Валь, ты че рассказываешь? Да посмотри, вам даже ТЗ одинаковое написали. Обязательно нужно было сказать про беспроводную зарядку. А что завтра ты засрешь за бабки? iPhone выходит в 2017 году и поддерживает зарядки от Galaxy, мать его, S7. Я заряжу iPhone от Samsung. Сейчас я положу телефон, и он будет заряжаться. Это огромный, колоссальный косяк компании Apple. Обалдеть, да ладно? Это невероятно! Но при этом Вилса продается не только за бабло. Было бы глупо об этом говорить, да? Он постоянно рассказывает о том, что очень переживает за техноблогинг и хочет, чтобы этот сегмент YouTube развивался. Но при этом заключает весьма такие сомнительные мутки с компанией Samsung. Посудите сами. Большинство технообзорщиков, более-менее популярных и не очень популярных, получили смартфоны Samsung Galaxy S9 за месяц до презентации. Эмбарго было снято в день презентации, ровно в 20.00. Теперь посмотрите, вот это лента моих подписок, американских каналов, не очень популярных, там от 40 тысяч подписчиков, которые получили смартфоны Samsung для того, чтобы сразу же сделать на них обзор. И выпустили они все их одновременно, потому что эмбарго было снято ровно в 20.00 по Москве. Теперь та же самая моя лента, но уже на российском YouTube. Да, странно, да? Это только Вилсаком. Никто больше не получил смартфоны Samsung. Даже крупные обзорщики, крупнее меня, я-то и не просил, тоже их не получили. Почему? Потому что хайпануть на новоиспеченном смартфоне должен только сам Валентин. Либо вы даете что-то только мне одному, либо я вас засру и с вами не работаю. Но он, конечно же, не говорит напрямую засру, ну просто говорит, что работать у нас с вами не получится. И что же мы с вами получаем? Крупнейший техноблогер тормозит развитие всего техноблогинга за счет эксклюзивов. А теперь ответьте мне на один вопрос. Сколько людей выпустили такой же обзор на iPhone X? Правильно, один Вилсаком. Никто больше этих десяток айфонов не получил. Вы можете мне в первом случае во втором поставить в пример канал Чудо Техники, но это отдельный случай, они на презентацию поехали айфону. И с Самсунгом тоже, они сделали распаковку Galaxy S9 из офиса, точнее его краткий обзор. Единственный, кто получает это, Вилса. Вилса держит в ежовых рукавицах весь техноблогинг. Он получает эти гаджеты при условии, что никому больше их не дадут. А поскольку его суммарная аудитория превышает аудиторию всех остальных техноканалов, значит можно их давить. И это бесконечная машина хайпа, он будет продолжать делать это бесконечно, он будет не давать развиваться молодым техноканалам, я сейчас не о себе говорю, ради того, чтобы хапать больше и больше. И чем больше он этого будет получать, тем более могущественным будет становиться Вилса.ком медиа. И рано или поздно бренды прекратят сотрудничать со всеми, кроме него, потому что его суммарная аудитория будет превышать аудиторию всего Ютюба. Но знаете, что самое умилительное во всей этой ситуации? Он постоянно жалуется на политиков, утю-тю, какие они все плохие, но при этом, получив толику власти, маленькую крупицу, он делает абсолютно то же самое. Он продает свою жопу за каждое рекламное предложение, он наебывает людей, делает это в открытую, он, блядь, смеется вам в лицо, он просто издевается над вами. А вам не кажется это бесчеловечным? Конечно. Я ведь облечен властью. А вы только говорите, да он же просто бизнесмен. Все коррупционеры у власти тоже просто бизнесмены. И вилса абсолютно от них ничем не отличается. Он начинает душить тех, кто меньше, чем он, только за счет того, что он может это сделать. Он начинает наебывать вас везде. Блядь, да вы только посмотрите на стрим Samsung Galaxy S9. Samsung заплатили ему за то, что он сделает этот стрим. Так еще он весь стрим, как девка 15-летняя, орал о том, что «Дайте мне донаты, почему никто не донатит?» Смотреть на это омерзительно. Вилса Комп, ты ничтожество. Вам нужно мне дичайше задонатить. Между тем нам донатик прилетел. Вот донатики полетели, дядя Валя стал поприятней. Заслала донаты, прям пау, хорошо. И у нас уже донаты полетели, а уже Валя заработал 2000 рублей, уже все не зря было. Вот прям сыпятся донаты, и видите, у меня настроение повышается, у меня как бы все хорошо. Собственно, если вы посмотрите в описании, там есть ссылка на «Царь донат». Донаты, это реально приятно. Пока у нас вроде бы один донатик прилетал, ну и хорошо. Если что, донатьте, друзья мои. Донаты, это хорошо. Пожалуйста, можете мне донатить. Ради этого я, собственно, все и затевал. Где донат это? Что за хрень? Почему мне не донать? Моя задача — собрать сегодня кучу рублей. В общем, донатить — это хорошо. Донатить удобно, приятно. На самом деле, все это нужно для того, чтобы радовать вас еще большим количеством рекламы. И ну-ка, донатьте мне быстро. Вы что, разлюбили меня? Донатьте, если вам хочется. Я никого не заставляю, но, опять же, призываю. Где донат это? Что за хрень? Почему мне не донать? А ради этого я, собственно, и живу. Ну, вы же понимаете, да, кто в наше время делает контент ради идеи, да? Только странные люди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я спокоен. Продолжим. И, в принципе, знаете, неплохо-то получается. Два миллиона насобирал скриншот, случайно спалил в своей трансляции. И, да, весьма заслуженно. Ведь еще миллион или полтора Samsung заплатили за проведение этой презентации. Два миллиона собрал на донатах. Хотя я не уверен, может быть, это и за два стрима. Скорее всего, да, за два стрима. Ну, ладно, миллион. Ну, считай, один стрим провел, квартирку заработал, к донатам попризывал. Все по красоте. Молодец, Валек. Ты можешь быть лучшим другом любому. Но только за деньги. А Samsung, ну, как бы, вживу, когда у Вилса спрашивают, он говорит, нет, Samsung это пиздец. Это ебаное дно. Я в жизни им не пользовался, да это видно, потому что он рассказывает о смартфоне, как он их обозревает. Он никогда ими не пользовался. Но только Apple он засирает для того, чтобы на контрасте играть. Для того, что, ну как, вот, Вилса ничего не засирает. Смотрите, он же засрал Apple. Действительно, единственный бренд, который не платит ему за рекламу, регулярно засирается и про него снимаются гневные видео. Но при этом большинство людей думают, что да, да, действительно, Вилса делает свое мнение. Это пиздеж. Это ложь. И не было бы никаких проблем, если бы при этом он не говорил, что все у него честно, блядь, по справедливости. Он наебывает людей тем самым. Он обманывает их. У меня далеко не все за деньги. А что за деньги, то никак не противоречит моему мнению. Пришел мальчик в магазин, потому что увидел рекламу, что PlayStation 4 Pro можно купить так дешево, классно, вообще со скидочкой 20%. Подходит к продавцу, говорит, есть ли они в наличии. Он на него смотрит и говорит, нет, мальчик. К сожалению, все распродали еще утром. Но специально для тебя у нас есть Xbox. Самая мощная консоль в мире. Наконец-то True Gaming. Мы с вами не так давно выбирали 4K телевизор. Я давно нахожусь в экосистеме 4K. И хочу вам сказать, что я рад, что теперь появилась возможность, не очень дорого, кстати, начать играть именно в 4K с удовольствием. И да, в этом плане Валентин действительно не врет. Он рассказывает только о том, что ему интересно. Вот вам банальный пример. Вот первое, что приходит в голову. 4 ноября 2017 года у него на канале вышел обзор Xbox One X. Который он расхваливал. Который просто замечательный. Но есть, конечно, и странные моменты. Например, через 2 недели после выпуска этого ролика, 14 ноября, Валентина спрашивает, как ему Xbox One X. Так, ну смотри, у нас тебе еще один очень важный вопрос. Так как ты единственный из нас из всех подержал в руках Xbox One X. Лучшая консоль на свете. Первый же вопрос, который сегодня прозвучал в чате. Это, пацаны, важный вопрос. Так. PS4 Pro или Xbox One X? Слушай. Тебе понравилось вообще, или чего? Ну, Xbox One X сильно круче Xbox оригинального. Не, хорошая консоль. Вот. Я его пока не включал. Сделай 12-минутный обзор на гаджет, который ты даже не включал. Мне кажется, я знаю, кто такой Вилсуком. Он вода превращает в вино. Он исцеляет неизлечимо. Мне проще работать с теми рекламодателями, с которыми мое мнение совпадает. И я с ребятами из Покердома. Черт возьми, устройства становятся просто, ну, супер дешевыми. Бинарным опционом, который является сегодня нашим огненным спонсором. Еще раз. Я бы никогда в жизни вам не рекомендовал карту, сервис, продукт, которым бы не пользовался сам раз, из-за которой мне бы не был бы уверен на 300 тысяч процентов два. Если вы вдруг не в курсе, я стал амбассадором цифровых сервисов Сбербанка. И у многих сейчас может возникнуть некий диссонанс. Валя, как так? Ты же нам раньше про разное рассказывал. Вот тут и появляется опыт, друзья. Не, серьезно, ребят, я с этого просто дико угораю. Теперь каждый раз, когда я совершу ошибку или, знаете, захочу зашквариться, например, вот сегодня похвалю одну вещь, а завтра скажу, да не, чуваки, вы сейчас серьезно поверили, это было говно. После этого на любые предъявы я буду отвечать только так. Я попробовал тут, попробовал здесь и делюсь с вами своими знаниями. Валя, спасибо тебе большое за этот мемес. Ты присоединяешься в золотую коллекцию мемесов вместе с Тимуром Сидельником. Вы два сапога пара, даже похоже чем-то. Все это перешло некую границу. Да, и более того, я объясняю это зрителям. В целом люди разумные, адекватные. Когда была бойня с немагией, помните? Неразумные, адекватные, Валя. Хомячки, разумные, адекватные тебя не смотрят. Больших блогеров, который вступился за банк в целом, за Олега Тинькова. Потому что я считал, что нужно разделять бизнес и непосредственно... Сразу после ситуации с немагией, я видел, как Вилса вступился за Тинькова. И я написал ему даже, Валь, я полностью согласен с тобой. И позволь выразить тебе уважение. Ну, я просто такой человек. Видите, я как бы, когда вижу что-то, я говорю об этом. Я ему написал, реально, респект тебе, Валь, и уважение. Потому что, ну, я честно, я сам думал об этом, я бы засал. Мне просто не понравилась ситуация сама по себе. Ну, тут можно долго спорить, кто прав, кто виноват. Но просто у меня было такое мнение. Но сам факт заключается в чем? Через неделю после этого, после того, как он заступился за Тиньков Банк, я был на одном мероприятии у своего доброго друга. И там встретился с одним рекламным представителем Тинькова. С которым мы знакомы, потому что я в свое время работал с Тиньковым. И после всей этой ситуации я, в принципе, решил ни с какими финансовыми структурами, даже если они хорошие, в принципе, не работать. Потому что, ну, зачем? Я понял, что мои, как бы, зрители от этого негодуют. И решил не работать. И представитель Тинькова, с которым я встретился, мы с ним выпили пиво, потому что это была презентация пива. Пьем пиво. И он такой, да, говорит, видел, Валька-то за Тинькова вступился. Я такой, типа, да, слушай, я ему даже написал, у него реально огромные яйца, как бильярдные шары, наверное, даже как шары для боулинга. И он такой, да, у Вали огромные яйца. И ржет, короче. И я думаю, а что, ну это выглядит как троллинг, ну типа он меня стебет. Такая улыбка, ну я не стал докапывать до человека, тем более я пьяный был. И через неделю увился реклама Тинькова с его именной картой. И тут для меня многие вещи стали понятные. Можно рекламировать бинарные опционы, можно делать абсолютно все, что угодно. И не надо говорить о том, что, чуваки, ну да, я наебщик. Но можно же при этом не строить из себя честно, можно же не использовать подмену понятий и врать людям. Можно же просто говорить так, как есть. Главное быть ушлом. И благо в интернете сейчас огромное количество возможностей. То есть здесь вот так это происходит, поэтому ты не можешь почевать на лаврах, ты не можешь набрать какую-то популярность и сидеть на жопе ровно, ты должен постоянно развиваться. Так а где развитие, Валь? Где развитие-то? Ну кнопочки здесь, да, вот. А вот кнопочки, вот камера, так, ну в принципе неплохо фоткает. И при этом ты даже не показываешь примеры фотографий, ты не рассказываешь о характеристиках, которые ты выставлял. Он такой симпатичный, что у меня просто руки, руки не могут ничего делать. Я в этом видео не буду вам рассказывать про гигабайты, мегагерцы, мегапиксели. И здесь я с Валентином. И здесь я спорить не могу. Не думай, не разбирайся. Просто покупай. Вы сегодня, покупая стиралку, вообще не запаривайтесь, сколько у неё там барабан крутится оборотов в минуту. Да всё равно в целом. Стирает и окей. У меня один вопрос. Я точно смотрю обзор на смартфон, потому что тут что-то уже про стиралку рассказывают. И я считаю, действительно, для смартфона за 60 тысяч рублей это хорошая характеристика. Мол, ничего не раздражает. Действительно, стоит купить. Вот хороший смартфон, в нём ничего не раздражает. В нём ничего не раздражает. Логотип теперь только на задней панели. Ты смотришь на экран, и тебя ничто не отвлекает. У него всё прям вот такое, ладно, скройное. Разве что снизу у нас Type-C, 3,5-мм разъём, а также динамика. Даже решётку слухового динамика. Серьёзно, Валя просто пришёл на студию, бабки заслали, а сценарий не написали. Он такой, так, пацаны, дайте я побыстрее. Снимусь и идите нахуй же со своими смартфонами. Я пойду домой, там потусить, ещё куда-нибудь слетаю, отдохнуть. А ему говорят, Валя, сценария нет. Он такой, ладно, сейчас хуйню какой-нибудь, про барабан, блядь, наговорю. И вообще, ебись оно всё конём. И вы скажете, что это плохо. Ну, я не могу не согласиться. Но знаете, некоторые плохие вещи, лучше бы они такими оставались. Потому что всегда может стать ещё хуже. Например, Валя может начать внезапно впервые зачитывать характеристики этого смартфона. И, блядь, это пиздец. И это, главное, хороший смартфон образца 2017 года. Да, без каких-то железных прорывов, с исключением 10-нанометрового, я сам себя обломал, техпроцесса. Но это важно. Samsung сейчас единственная компания, которая делает 10-нанометровый техпроцесс. А это лучше энергоэффективность, меньше энергопотребление. И вот видите, да, он даже не будет разбираться, что в Galaxy S7 мог ставить процессор от Qualcomm или Samsung. Что у них обоих у этих производителей процессоров есть 10-нанометровый техпроцесс. Не, он не будет разбираться, он просто зачитывает и сам же себя исправляет. И причём настолько похуй, что он даже не запишет второй раз нормально, проговорив эту фразу. Ему поебать, что он несёт, потому что вы всё, блядь, хаваете. А это лучше энергоэффективность, меньше энергопотребление, а это одно и то же. Окей, ладно, тепло... Просто похуй, энергоэффективность, а это одно и то же. Ну ладно, я даже, блядь, не вырежу это на монтаже. Я даже не буду никак вообще париться. Мне похуй, блядь, вы гондоны всё схаваете. Я, блядь, рекламу схавал, блядь, поставил вам. Жрите, суки, моё говно, жрите. Валь, это просто смешно. Ну типа, ну, ты говоришь, никогда не пытался казаться специалистом, но каждый раз приписываешь себе заслуги людей, которые сливают инсайды в интернет, и говоришь, видите, я же говорил, что айфон будет именно таким. Икс. Да, действительно, икс. Ну, Валька вам рассказал, что будет икс. Никакого айфон икс эдишн, ублюдского. Айфон, мать его, икс. Но даже здесь, казалось бы, в такой мелочи, будучи высокомерным, чесвешным ублюдком, он умудряется обосраться просто в очевидных вещах. Всегда было макуэс тэн, всегда было макуэс тэн, никакой макуэс икс. Ну, Валька вам рассказал, что будет икс. Никакого айфон икс эдишн, ублюдского. Айфон, мать его, икс. Это айфон тэн. Не икс. Так ты и зарабатываешь доверие аудитории. Ты выпускаешь ролик, выпускаешь трансляцию. И там ты основываешься на инсайдах, которые были слиты на 9to5Mac всякими китайскими и американскими инсайдерами. Ты делаешь ролики с инсайдами и говоришь, ну я считаю, что он будет таким. Вот только то, что ты говоришь, совершенно, слово в слово, является переводом с сайта 9to5Mac. И там ты говоришь, я уверен, что он будет таким. А потом ты выпускаешь трансляцию и на ней говоришь, видите, дядя Валя же говорил. Тем самым ты зарабатываешь очки уважения. Люди начинают тебе доверять. Они такие, воу, слушай, я просто в этой теме не варюсь. Смотрите-ка, Валя совершенно легко предугадал абсолютно все, что происходило. Он абсолютно угадал, каким будет айфон. Он же, наверное, вообще не ошибается. И поэтому они верят потом и твоим рекомендациям. Так же, как я верил и покупал пару раз по твоим ссылкам что-то. И знаете, в чем секрет его популярности, которой он так кичится? Той гордости, о которой он постоянно рассказывает и говорит, что у него самый популярный техноканал в мире. Розыгрыши. Розыгрыши. Он делает розыгрыши в каждом выпуске. Практически в каждом. За счет этого он собрал себе огромную армию просто маленьких хомячков, которые пытаются выиграть что-то постоянно. Для меня дико наблюдать, как простой пацан, как простой, просто московский пацан, снимающий на телефон на фоне своей какой-то дачи разъебанной, начинает врать. Он прям превращается. Он прям гниль вот эта в лице появляется. Он меняется, он продает свою душу дьяволу, как будто он продает свою жопу за каждый рубль. Он начинает врать, он начинает пиздить, он начинает обрезеровать машины лишь для того, чтобы потом это монетизировать. Он начинает заниматься такой дичью, просто так...